Все мысли, которые имеют огромные последствия, всегда просты. Вся моя мысль в том, что ежели люди порочные, связанные между собой и составляют силу, то людям честным надо сделать только то же самое, ведь как просто. По-моему, вечный мир возможен. Я не умею как это сказать, но только не политическим равновесием. Нельзя нам в шерлезде все говорить, что только думаешь. Ну что ж, ты решился наконец на что-нибудь. Кавалер Гард, ты будешь или деклама? Можешь себе представить, я все еще не знаю. Ни то, ни другое мне не нравится. Но он масон должен быть. Все, кавалер Гард, поговори лучше о деле. Был ты в конной гвардии? Нет, не был. Но вот что мне пришло в голову, и я хотел вам сказать. Теперь война против Наполеона. Если бы это была война за свободу, я бы понял, я бы первый поступил в военную службу, помогать Англии, Австрии против величайшего человека в мире, это нехорошо. И если бы все воевали только по своему убеждению войны, то это и было бы прекрасно? Очень может быть, что это было бы прекрасно, но этого никогда не будет. Все ближе и ближе подходила эта торжественная минута, для которой было перенесено столько трудов, лишений, для которой по 15 лет вымуштровывались солдаты. Оставлена была семья и дом, и из мужика сделан воин, для которой 80 тысяч человек жили в поле без жен, матерей, детей, без участия во всех интересах гражданской жизни. Жили и двигались в чужом, в неизвестном краю, в поле, на дорогах, в лесах, пренебрегая для себя и для всех всеми условиями привычной человеческой жизни. Для всех этих людей дорога сделалась не путем к семье, к удовольствию и труду, а путем обхода, атаки, дома не очагами семьи, а местом засады, люди не братьями, а орудиями и необходимыми жертвами смерти. Нет, голубчик, я говорю, что, коли бы возможно было знать, что будет после смерти, тогда бы и смерти из нас никто не боялся. Так-то, голубчик. Да бойся, не бойся, все равно не минуешь. А все боишься. Эх вы, ученые люди, вот и вы, артиллеристы и ученые очень, от того, что все с собой свести можно, и водочки, и закусочки. А все боишься. Боишься? Неизвестности. Вот чего. Как там не говорить, что душа на небо пойдет? Ведь это мы знаем, что неба нет, а есть атмосфера одна. Спокойно. Спокойно. Вторжесть. Совсем не так, как вы убежали, кричали и дрались. Как же я не видал прежде этого высокого неба. И как я счастлив, что узнал его, наконец. Да. Все пустой. Все обман, кроме этого бесконечного неба. Ничего. Ничего нет, кроме него. Валай, Бель-Моу. Вот прекрасная смерть. 12 июня силы Западной Европы перешли границы России. И началась война. То есть совершилась противная человеческому разуму и всей человеческой природе события. А теперь, подруга, я решительно расскажу. И маме-то тоже. Как хотите, решительно расскажу. Что вы пустите меня в военную службу, потому что я не могу. Вот и все. Ну, вот воин еще. Глупость оставь учиться. Это не глупость, папенька. А в оленске, Федя, моложе меня и тоже едет. А главное, все равно я ничего не могу тебе учиться. Когда... Когда... Отечество в опасности. Теперь же. Да, погибла Россия. Погубили. Он знал, что завтрашнее сражение должно было быть самое страшное из-за всех тех, в которых он участвовал. И возможность смерти, живостью, почти с достоверностью, просто и ужасно представилась ему. отечество. Погибель Москвы. А завтра меня убьют. Для чего же испытание, когда меня уже нет и не будет? Меня нет. Так кому же это испытание? Сложатся новые условия жизни. И я не буду знать про них, и меня не будет. Никогда больше не будет. Мне удалось объездить наше расположение в войск. Как не военный человек, я не могу сказать, чтобы вполне, но все-таки понял общее расположение. Мне кажется, что наша позиция не докажется, что левый фланг слаб, правый фланг растяг. Так ты понял все расположение в войск? Да. То есть как? Успех никогда не зависел и не будет зависеть ни от позиции, ни от вооружения, ни даже от числа. Уж меньше всего от позиции. Отчего же? От того чувства, которое есть во мне, в нем, в каждом солдате. Отчего мы под устралицем проиграли сражения? Позиция? Ну, это в тоже ничего и планеты. А мне зачем там было драться? Скорее хотелось уйти из боя сражения. Что нам предстоит завтра? Для меня на завтра вот что. Стотысячные русские и стотысячные французские войска сошлись драться. Факт в том, что эти 200 тысяч дерутся. И кто будет злее драться и себя меньше жалеть, то победит. Вы думаете, что завтрашнее сражение будет выиграть? Да, да. Одно, что бы я сделал, если бы имел власть, я не брал бы плен. Французы разорили мой дом. Едут разорить Москву. Оскорбили, оскорбляют меня всякую секунду. Они враги мои. Они преступники. Вся, по моим понятиям. И так же думает Тимофьин и вся армия. Надо их казнить. Грабить чужие дома, убивая их моих детей, моего отца. И говорят о правилах войны, о великодушии к врагам. Не брать пленных, а убивать и идти на смерть. Война, не любезность, а самое гадкое дело в жизни. И надо понимать, это не играть в войну. Надо принимать строго и серьезно эту страшную необходимость. Все в этом. Откинуть ложь и война так война, а не игрушка. Сойдутся, как завтра на убийство друг друга. Перебьют, перекалечат десятки тысяч людей. А потом будут служить благодарственные молебны за то, что побито много людей, число которых еще прибавляют и провозглашают победу, полагая, что чем больше побито людей, тем больше заслуга. Тому, кто больше убил народа, дают большую награду. Как Бог оттуда смотрит и слушает их? Довольно, довольны люди. Перестаньте, опомнитесь, что вы делаете. измученным, без пищи и без отдыха людям той и другой стороны, начинало одинаково приходить сомнение о том, следует ли еще истремлять друг друга. Убивайте, кого хотите. Делайте, что хотите, а я не хочу больше. но какая-то непонятная, таинственная сила еще продолжала руководить ими и продолжало совершаться то страшное дело, которое совершается не по воле не по воле истина. Не на один только этот час и день были помрачены ими совесть этого человека тяжелее всех других участников этого дела носившего на себе всю тяжесть задержавшегося. Но и никогда до конца жизни своей не мог понимать что он ни добра, ни красоты, ни истины, ни значения своих поступков, которые были слишком противоположны добру и правде, слишком далеки от всего человеческого для того, чтобы он мог понимать их значения. Он не мог отречься от своих поступков, восхваляемых половиной света и потому должен был отречься от правды и добра и всего человеческого. Я был бы проклят потомцем, если бы на меня смотрели как на первого зачистника какой бы то ни было сделки. такова воля нашего народа. А и то сказать, кто же их к нам звал? Поделомы, мордой и в говно. Наполеон под именем принца Меченского оставил свою армию и выехал в Париж. Меченского «Да, это была смерть. Я умер. Я проснулся. Да, смерть. Пробуждение». Только теперь Пьер узнал не умом, а всем существом в свою жизнь, что человек сотворен для счастья. Он радостно созерцал вокруг себя вечно изменяющуюся, вечно великую, непостижимую и бесконечную жизнь. А я говорю, возьмемте с рукой те, которые любят добро, и пусть будет одно знамя – деятельное добродетель. Я хочу сказать только, что все мысли, которые имеют огромные последствия, всегда просты. Вся моя мысль в том, что ежели люди порочные, связаны между собой и составляют силу, то людям честным надо сделать только то же самое, ведь как просто. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok